Да, это, конечно, гениально. Спасибо за глубину. Спасибо. Спасибо вам большое. Есть еще вопросы. Спасибо большое всем, конечно. Особенно Сергею Ивановну. Но и вам. Да, коротенький. Князев Андреев, общероссийская дозета Мир новостей, еще недельник, Новый вторник. Все-таки тема, которая поднялась в этом фильме, она довольно распространена. Но вы подняли ее по-особому. И действительно хочется после этого, как говорится, если не плакать, не рыдать, то задуматься о том, а почему это все происходит. Откуда истоки того, что такое отношение, что человеку приходится все преодолеть, чтобы воспитать, помочь своему ребенку. Почему этим не занимается государство? А это одно, один вопрос. А второе, нужно ли это государству, чтобы потом какие дети вырастают. И тот и другой вопрос, к сожалению, в обществе муссируется. Уже давно, лет 15 я вот знаю об этом. Вот как, что делать? Что делать, то виноваться. Не, виноваться не надо. А вот что делать? Они же не государство. Не-не-не, понятно. Ну вот ваше личное мнение. Спасибо. Спасибо вам, это государство. Вы знаете, я так, значит, активно, как я даже... С наездом. Ну да, нет, я вообще, я не знаю, отвечу ли я на ваш вопрос. Я, извините за это, может быть, сентиментальность и так далее, недостаточно много, ну как, относительно... Я немало пожил на этом свете и потерял уже, в общем, всех, кто меня окружал с детства. И когда мы разговаривали с студией, и в принципе эта работа, что меня внутри держала, это мой, извините за какие-то вещи, это, условно говоря, мой разговор с моей мамой, которого же нет, которая уходила, когда она уходила, я был рядом, и много чего-то такое делал, ничего-то такого, а именно быть последней... Ну и провожал ее туда в последние минуты, секунды. То есть я был рядом с... Как она говорила, она называла это нехорошей болезнью, как называлось, ну, который звучит в этом фильме или нефортного предыдущего. Не важно. И это мой разговор с миром. Для меня. Понятно. И то, что там государство, я не знаю. Я внутри, это моя беседа с моей внутривенцем. С моей. И с моими, как бы, уже ушедшими, дорогими, не любыми, близкими, которых уже не было. Я общался посредством этого всего с ним. Но это, извините... Не, я понимаю, я вас понял. А я как раз подобное хотел услышать. А Денис... Мне кажется, Сергей так хорошо ответил, что я все испорчу сейчас. Давайте придумать для меня какой-нибудь новый вопрос. Для вас? Ну, хорошо. По поводу прокатной судьбы, с учетом того, где Авдотья Смирнова сейчас находится и как относится теперь то же государство к ней, к ней, к ее решению. Или я не... Это надо к продюсерам. Но все равно, за то, что у нас главные ответчики отсутствуют, продюсеры, или что, мне кажется, у нас очень интересный, важный разговор. И приятно, что наши глифики ставятся открытыми для зрителей. У меня было очень сильно, когда Авдотья сказала, что она хочет это снимать в Гуляновске. Она рассказала про эти ветряки. У меня, конечно, я никогда их так близко не видел. Это, конечно, невероятное ощущение. То есть, я просто помню, когда мы первый раз приехали на локацию туда, например, это был вторник. Мы приехали с утра, поехали сразу смотреть на телевые ветки, приехали просто так с открытой металлами мы с ними стояли, просто вернулись в город, взяли кофе. И, по-моему, мы приехали туда еще раз вечером, придумав себе, что мы хотели посмотреть, как это еще выглядит все на закате. И часа три просто 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 стояли в каком-то завороженном состоянии, а это еще был май. И вокруг нас летали майские жуки. Это такое очень сильное впечатление, наверное, скажем так. И к вопросу по поводу того, зачем я, например, соглашаюсь на такие штуки, если я как бы свое кино снимаю, то оно, наверное, из-за того, что каждая съемка фильма это такое своеобразное путешествие, очень сильное. Из этого путешествия ты можешь массу всего до себя вывести, как человеческие знакомства, потому что я очень рад, например, с Артоди раньше не были знакомы лично, но вот, что я с ней познакомился. И также у нас была прекрасная команда, прекрасные актеры и прекрасные ребята, которые со стороны, например, «Клобусфильма», это продажная компания, которая у нас своя забота о культуре. Какие там прекрасные ребята у них, я тоже об этом как-то слышал до этого, вот это вот меня посчастливилось с ними поработать, и я понял, что это достаточно высокий уровень такой производственной культуры, на которую стоит адаптироваться. А можно еще вот про Лениниану спросить? Да, Лениану. Да, вообще все разбивалось. Даже не удовольствие такое все, потому что это Ленинская тема. Как она придумывалась, я не знаю, она уже была придумана, мы прочитали про него. То есть она была в начале? Да, но это производит тоже сильное впечатление, потому что Ленинский мемориал, и, конечно, когда ты оказываешься в этом зале с этим фильмом, то это прям тоже сильно. Спасибо вам большое, желаю удачи, у нас есть побольше. Спасибо вам за вопрос.